Здравствуйте, друзья! С вами, как всегда, Александр Смолин. Сегодня мы будем делать, скажем так, наносить гидроизоляцию в помещении ванной комнаты, на стены и на пол. У меня на канале есть ролик осмотра этой квартиры после сдачи застройщиком-покупателю. Застройщик не заморачивался, вообще не заморачивался с гидроизоляцией. Что они сделали? Сделали общую стяжку по всему помещению квартиры и смонтировали межкомнатные перегородки из гипсокартона. То есть гидроизоляции вообще никакой не было. Рядом строится дом. Я зашел, так, право, спрашиваю, а что гидроизоляцию-то не делаете? А нафига, говорит, все-таки делают ремонт по-своему, сами сделают. Вкратце расскажу подготовительные этапы, чтобы было меньше вопросов в комментариях, а то я уже мозоли натер, отвечая. Что же мы сделали? Мы демонтировали все перегородки от застройщика, выровняли стены по вертикали и с соблюдением всех углов 90 градусов. Возвели новую перегородку с учетом того, что ванна будет 1 метр 80, моих любимых сантиметров. То есть мы сместили перегородку в сторону коридора, что допускается по нормам. После выравнивания стен гипсовой штукатурки и возведения новых перегородок мы проложили все инженерные коммуникации, а именно электрика, канализация, водоснабжение. В данном месте будет находиться электрический полотенцесушитель, будет скрытое подключение полотенцесушителя, кабель уже заложен внутри стены. После монтажа плитки мы сверлим отверстие, достаем кабель и подключаемся. Под полотенцесушителем будет находиться стиральная машина, соответственно подводка холодной воды на стиральную машину с фильтром, с солью для уменьшения воды. И через обратный клапан слив воды в процессе работы стиральной машины. На полу будет плитка керамогранит, под ней будет находиться нагревательный электрический мат, для этого все предусмотрено заранее. Штрабу проложили гофру, в которую вставлен термодатчик от регулятора, терморегулятора теплого пола. Также выведена вторая гофра, вот у меня такой импровизированный кондуктор, перед укладкой теплого пола нагревательного мата привязываем и вытягиваем кабель к месту расположения терморегулятора с обратной стороны этой стены. Подготовили вент-канал для расположения вентилятора в нужном месте, а именно в привязке к плитке. И также проложили кабель для питания вентилятора, это вентилятор с таймером и с датчиком влажности. Установили инсталляцию, зашили гипсокартоном, причем в два слоя, потому что на стенах будет тоже керамогранит 600 на 600 миллиметров. Это скрытый люк, за которым находятся фильтра тонкой очистки. Сантехника здесь сделана минимально просто и надежно, а счетчики и вводные вентили находятся в сантехническом шкафу, который находится на вечной площадке. В нужное место проложили трубы горячего холодного водоснабжения для смесителя, который будет находиться над ванной. Проложена канализация, все проверено, была установлена ванна, проверен свифт. Почему труба у нас не замурована в стены, скажете вы? В процессе осмотра квартиры я обнаружил, что здесь по всей длине квартиры идут колонны. Это несущие колонны, и штробить ее нельзя. Ванна будет находиться до этого места, здесь будет подвесная тумба, и у нас открытые участки будут всего лишь по 5 сантиметров. Вот в соседнем строящемся доме отлично видны эти несущие колонны и перекрытия межэтажные. Вот как-то так будет расположена подвесная тумба с раковиной, такой вот смеситель. Чтобы добраться до вентилей, перекрывающих воду, на смеситель достаточно выдвинуть ящик, и легко проникает рука, и мы перекрываем воду в случае чего на смеситель. В двух комнатах, в прихожей, в коридоре и на кухне будет уложена кварц-виниловая плитка замкового типа. В ванной комнате керамогранит. Стык будет находиться под дверным полотном, и после окончательного монтажа этот стык аккуратно и красиво пройдем специальным герметиком. Итак, наступил этап нанесения гидроизоляции. Вопрос, нужна гидроизоляция или не нужна? Ответ однозначный – да. Дело в том, что обычная затирка не обладает достаточными гидроизоляционными свойствами. Это первый момент. Второй момент. В каком объеме нужна гидроизоляция? Как минимум, это гидроизоляция пола, переход от участка пола к стене, миллиметров на 150, и все мокрые зоны. Мокрые зоны – это вот в районе ванны, над раковиной, ну и около униказа. Также на объем работ по гидроизоляции очень влияет, из какого материала изготовлены стены. В данном случае у нас гипсовая штукатурка и гипсокартон. Придется наносить гидроизоляцию по всем стенам и по всему полу. Какой же получится у нас пирог в конечном результате? Во-первых, это основание стены. Дальше слой гидроизоляции. Следующий слой – это плиточный клей и керамическая плитка или керамогранит. Так вот, гидроизоляция, в данном случае мы будем использовать гидроизоляционную мастику. Она как раз предназначена для нанесения на поверхности, изготовленной из гипсовой штукатурки и гипсокартона. Так вот, гидроизоляционная мастика еще выполняет вторую функцию, кроме гидроизоляции. Это деформационный шов. У нас в процессе высыхания плиточного клея в этом пироге, который я озвучил выше, возникают какие-то небольшие напряжения. И в результате мы избегаем появления каких-либо трещин. Но трещины – это не самое главное. Самое главное, у нас не произойдет расслоение нашего пирога. Вот я в магазине, где покупал гидроизоляцию, скажем так, безвозмездно взял образец гидроизоляции. Ну, здесь два слоя. Как она хорошо растягивается? Немножко повторюсь, повторение мать учения. Если на стенах гипсовая штукатурка и перегородки из гипсокартона, гидроизолируем все помещение, в том числе и пол. Если у нас на стенах цементная штукатурка, цементопесчаная стяжка, то достаточно гидроизолировать поверхность пола, переход от пола на стены миллиметров на 150 и мокрые зоны. Кроме гидроизоляционной мастики, нам потребуется еще гидроизоляционная лента. Для чего она нужна? Для проклейки всех стыков. Это узел примыкания перегородки из гипсокартона к стене, на которой нанесена гипсовая штукатурка. И также узел примыкания пола к стенам, то есть по всему периметру и по всем стыкам. Это очень эластичная лента. Рабочая ширина ленты 120 миллиметров. Из этой ленты можно изготовить самостоятельную мембрану для гидроизоляции водорозеток, которые вмонтированы в слой штукатурки. Ну, в этом я не вижу необходимости. Объясняю почему. После того, когда мы нанесем на стену гидроизоляцию, дадим ей высохнуть, приступаем к плиточным работам. Приклеиваем плитку, а потом зазор между эксцентриком и отверстием, аккуратно вырезанным в плитке алмазной коронкой. Весь этот зазор заполняем хорошим полиуретаровым герметиком. В каких случаях потребуется такая самодельная манжета? Это, допустим, если у вас есть выход канализации, который находится ниже уровня воды, тогда обязательно требуется гидроизоляционная манжета. Второй случай. Допустим, вы купили трап для душевого поддона самодельного, да? А в комплекте нет ни мембраны гидроизоляционной, ничего. Тогда можно использовать эту ленту, из нее сделать гидроизоляцию. И важный момент. Некоторые мастера допускают ошибку. Не грунтуют стены, сразу наносят гидроизоляцию. Обязательно грунтовать. Вот у меня купил, правда, одно ведро лишнее. Ну, ладно, уйдет на вторую квартиру, ремонтируем укрепляющая грунтовка. И валиком все стены тщательно грунтуем в угла кисточкой. Это мы сделали вчера, сегодня уже все высохло, приступаем к гидроизоляции. Еще один очень важный момент. Гидроизоляция в один слой, это не гидроизоляция. Толщина гидроизоляционного слоя должна быть не менее чем полдесяток миллиметра. А для того, чтобы, когда наносите второй слой, исключить не прокрасы, гидроизоляция выпускается, вот в данной компании, в двух цветах, розовый и серый. Первый слой донесли, допустим, розовый, второй слой серый. Или наоборот. Вот касательно расхода гидроизоляции, производитель заявляет, что 4 килограмма банки хватает на 3-3,5-4 метра квадратных в два слоя. Буквально в двух словах, что потребуется для работы. Непосредственный материал, это гидроизоляционная лента и мастика. Можно валиком наносить на стены, можно кисточкой, можно кельмой или шпателем. Обязательно перчатки пригодятся, бабушкины ножницы. Ну и, разумеется, полотенце для ног и для гостей. Мало ли, в процессе работы срочный звонок телефонный, у вас руки запачканы, полотенце пригодится. И последний момент, забыла сказать. Приступать к укладке плитки на стены после нанесения гидроизоляции в два слоя, можно через 24 часа. Прежде чем приклеивать гидроизоляционную ленту в углу двух снежных стен, нанесем кисточкой мастику на стены. Время высыхания первого слоя гидроизоляционной мастики составляет от двух до четырех часов. Берем ленту и приклеиваем. И начинаем ее прижимать к мастике сверху вниз. Это можно прогладить рукой в перчатке, можно шпателем. Можно использовать инструмент для поклейки обоев, такая вот гладилка. Затем снова берем кисточку и начинаем промазывать стены, включая гидроизоляционную ленту. Не старайтесь размазывать мастику тонким слоем, в итоге у вас не получится. Требуемая толщина гидроизоляционного слоя 0,5 мм. А на большие площади удобно наносить гидроизоляцию валиком. Для приклеивания ленты на стык пола со стеной, чтобы сделать заворот, необходимо с одного края сделать щадящий надрез. Все дальше аналогично промазываем участок на полу, где будет приклеиваться лента. Чтобы ванночку потом было легче отмывать, я обернул ее стричь-лентой. По окончании работ стричь-ленту сворачиваю и в мусорный контейнер. В производительной упаковке написал, что 4 кг хватает на площадь 6,5 квадратных метров в один слой. У нас ушло чуть-чуть больше, чем пол ведра. Замерил 7 квадратных метров. То есть расход соответствует информации на упаковке. Я демонтировал участок кондиционной трубы, который идет сквозняком под ванной в помещение кухни. Для чего? Для того, чтобы приклеить ленту гидроизоляционную. И после нанесения гидроизоляции на стены и на пол в два слоя с гидроизоляционной лентой по углам, мы спокойно, безболезненно соединим, восстановим нашу канализацию в родное положение. Время высыхания первого слоя гидроизоляции напрямую зависит от температуры и влажности помещения. В нашей ситуации это составило 3,5 часа. После чего нанесен второй слой гидроизоляции на участке стен и на пол. Потом у меня был срочный вызов. Я не успел нанести второй слой на этот участок стены. Сегодня, суббота, выходной. Доделаю, чтобы в понедельник приступить к укладке плитки на пол. После высыхания второго слоя гидроизоляции вернули на место демонтированный участок труб канализации, который проходит сквозняком через помещение ванны на кухню. Нанесем гидроизоляцию на оставшийся участок стены. Гидроизоляция двух цветов выручает от того, чтобы избежать непрокрасов. Все отчетливо видно. Итак, буквально за 4 минуты я доделал, что вчера не успел. Нанес гидроизоляцию на оставшийся участок стены. А в понедельник можно смело приступать к укладке плитки. Нагревательный электрический мат будет находиться в слое плиточного клея. Кстати, грунтовать поверхности, на которой нанесена гидроизоляция, вообще нет необходимости. Общая площадь гидроизоляции составила 28 квадратных метров. И у нас ушло 7 банок по 4 килограмма. Ну и сверху чуть-чуть взял. Ну, считаем, 7,5. На этом сегодня все. С вами, как всегда, был Александр Сморин. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Заходите в Инстаграм. Ставьте лайки, дизлайки. Пишите свои комментарии. Всем здоровья и удачи в ремонте.